Ребята, всем привет! С вами интернет-магазин Antelife.com.ua. Меня зовут Александр. Перед вами смартфон под названием ZTE V5, версия 1.4 по памяти. Интересный вариант, небольшая цена, 5-дюймовый HD разрешение, Qualcomm 400 процессор хороший, мощный. Ну, то есть, довольно-таки достойная модель. Мне очень интересно, потому что с семейством ZTE, Nubia я знаком. Это бюджетник вот этой компании. Поставляется модель вот в такой вот миниатюрной коробке. В коробке особо по комплекту ничего интересного нет. Здесь стандартно зарядка и USB кабель. Больше ничего в комплекте нет. Смартфон внешне довольно-таки интересен. 5-дюймовый дисплей, толщина его порядка 7 мм, чуть больше, где-то между 7 и 8. Матовая такая вот крышка интересная. В общем, давайте все по порядку. Спереди у нас 5-дюймовый дисплей, 5-мегапиксельная камера, решетка динамика, датчик приближения, датчик освещения. Снизу стильные, стилизированные кнопочки от компании ZTE. Они светятся. С этой грани у нас качелька громкости. Сверху разъем под наушники. С этой грани кнопка включения-выключения. Снизу USB разъем, микрофон. Сзади логотип ZTE, 13-мегапиксельная камера от Sony, вспышка. Второй микрофон. Здесь был первый, напоминаю. Ну и решеточки под динамики. Однако один вот этот вот вырез, это муляж, а второй динамик. То есть здесь не стереозвучание. Аккумулятор у нас съемный, крышка открывается. Под крышкой вот такой вот вид имеет смартфон. Аккумулятор у нас необычный. Емкость аккумулятора достойная. 2 400 мАч. Два слота под симки. Две сим-карты у нас микро-стандарта. Раз симка, два симка. Ну и слот под микро-SD карточку. Сразу же хочу сказать, что приезжает этот смартфон из Китая с прошивкой 4.3. И там частичный русский язык. Есть английский софт, есть русский. Но фишка вся в том, что этот смартфон не работает с двумя симками на той прошивке. То есть обязательно нужно вставить 4.4 Android. И тогда у нас полноценно будут работать две сим-карты. Что мы и сделали. В принципе прошили на эту прошивку. И теперь он начал просто-напросто распознавать вторую симку. До этого он просто ее не распознавал. Вот сейчас у меня как раз сим-карта стоит в том слоте, в котором он ее не распознавал изначально. Давайте начнем обзор с технических характеристик. Посмотрим, что там по начинке у этого смартфона. Конечно же это будет Antutu. Набирает он в Antutu порядка 16 тысяч баллов. Процессор 4-х ядерный. 4.4.2 Android. ZTE. Графический ускоритель Adreno 305. HD разрешение. 13-мегапиксельная камера от Sony. Гиг оперативной памяти. 4 встроенных. Карта памяти у меня стоит на 16. Максимальная частота работы процессора составляет 1200 МГц. Фронтальная камера 5-мегапиксельная. Что у нас по датчикам. Точнее сначала посмотрим и мультитач. Здесь 5-точечный мультитач. Больше точек нет. Z-Device Test нам покажет, какие датчики есть в смартфоне. Ни для кого не секрет, что Qualcomm это шикарная работа GPS. Здесь Wi-Fi, Bluetooth, датчик освещения, датчик приближения. Есть вспышка, гироскоп. И вот степ-датчик. Скорее всего можно замерять шаги. Давайте продемонстрирую вам версию прошивки. Скорее всего это неполноценный 4.4 Android. Хотя вот здесь пишет об этом. То есть все показывает. Он полностью на русском языке. Нигде никаких особенностей с английским здесь нет. Меню иконки здесь нет. То есть все приложения располагаются на рабочих столах. Здесь Stastus Bar есть. Меню рабочего стола. То есть это все в порядке. Касательно экрана. Здесь IPS матрица. Здесь OGS технология. То есть воздушные прослойки у экрана нет. Это видно. Экран мне нравится по ощущениям таким визуальным. Давайте продемонстрирую вам несколько картинок по экрану. Цветопередача хорошая. То есть экран мне действительно нравится. Единственное что по диагонали, как и во многих моих обзорах, экранчик светлеет. Ну то есть вот такая вот матрица. Но цветопередача очень хорошая. Как по мне. Мне нравится как отображает цвета. Касательно звучания. Смартфон с железом Qualcomm. То есть процессор не МТК бюджетный. И судя по всему со звуком должно быть все отлично. Я тестировал, поэтому говорю вам сразу. Разговорный динамик и микрофон просто шикарный. Очень четкий, громкий, насыщенный звук. При воспроизведении звука по внешнему динамику. Сейчас я вам продемонстрирую это. Звучание тоже довольно таки громкое. Вот, вот этот вот рабочий динамик. Ну и в наушниках послушать музыку тоже можно. Звук хороший. Есть в настройках здесь разнообразные фишки. Типа эквалайзера, вот звук и DTS. То есть можно добавить басов. Можно выбрать режим воспроизведения звучания. То есть фильм, музыка и тому подобное. Кстати, в настройках экрана тоже есть профили изображения. Контрастный, стандартный и мягкий. Мне больше нравится на контрастном, то есть самый такой цветной режим. Касательно производительности. Qualcomm 400 процессор популярный. Довольно таки производительный. Но немножко меня он огорчил. Например, Asphalt 8 и Dead Trigger 2 на максимальных настройках подглючивают, подлагивают. Не знаю, с чем это связано. Возможно, с прошивкой. То, что прошивка не идеальная, не самая оптимизированная. В общем, давайте продемонстрирую, а вы посмотрите. Субтитры делал DimaTorzok Волком снэпдрэгон 400 должен справляться, по моему мнению, с играми с Асфальтом 8, при этом разрешение экрана всего лишь HD, а не Full HD, поэтому я считаю, что это недостаток этого смартфона. С другими играми, в принципе, справляется нормально, но вот с этими какие-то лаги есть. Возможно, недостаточная оптимизация с прошивкой. Теперь, что касается GPS. GPS в смартфоне шикарный, ловит спутники моментально, то есть, ну, МТК-процессора, конечно, далеко в сторонке по сравнению с Qualcomm-овскими в плане GPS. Аккумулятор здесь на 2400 мАч. Давайте смотреть, какие результаты у меня получились. Хочу сказать, что аккумулятор хороший, только даже уже потому, что он разряжается без провалов абсолютно. То есть, здесь нареканий абсолютно быть никаких не может. Значит, что у меня получилось? В режиме воспроизведения игры со 100% до 4 у меня получилось 3 часа 31 минуты. Это максимальная яркость и это звук, естественно, включенный. 3 часа 30 минут считаю довольно-таки достаточно хорошим результатом. Не перегревался смартфон. При воспроизведении видео из YouTube, то есть, включенная максимальная яркость, включен Wi-Fi, включен звук, 4 часа 2-4 минуты до 15%, то есть, около 5 часов он будет работать со 100 до 0. И обращаю ваше внимание на диаграмму разряда аккумулятора. Она действительно такая, как должна быть. Она идеальная. Результат в Antutu тестере. К сожалению, у меня сейчас не сохранился этот скриншот на смартфоне. У меня получился 4887 баллов. Это не слишком хороший результат, однако, я еще не знаю, как... Это же новый Antutu тестер, там новые данные. Я еще не знаю, как определять хороший и плохой результат. Просто вот назвал вам цифры 4887. А физические тесты при воспроизведении игры и при воспроизведении видео я вам показал. Касательно камеры. Вот это вот камера 13-мегапиксельная, которая от Sony. Она мне понравилась. Она хорошо снимает. Видеозапись идет в формате Full HD. Я обязательно вам продемонстрирую. Макросъемка отличная. Качество хорошее. Вспышка достаточная для того, чтобы делать в кромежной темноте снимки при расстоянии полуметра максимум. Качество хорошее. Мне понравилось. Фронтальная камера тоже достойная на 5 мегапикселей реальных. То есть это на самом деле так. В принципе все. ZTE V5 получился вот такой. Давайте подведу свой итог. То, что я хочу вам рассказать. Во-первых, цена этого смартфона довольно-таки низкая. Приблизительно 190 долларов за Qualcomm смартфон от компании ZTE. Но расскажу вам свое впечатление о телефонах ZTE. Позволю себе в этом ролике сказать пару слов. Во-первых, ZTE делают классные смартфоны. Классные по дизайну. Пичкают их классными экранами, классными камерами. Но самый большой недостаток этих смартфонов всех. ZTE Nubia, Z5S, Z5S Mini. Вот этой вот модели. Это то, что прошивки какие-то недоделанные. Благо здесь есть русский язык. Но что это такое, когда смартфон мы получаем и у него работает одна сим-карта. И чтобы заработала вторая сим-карта, нужно его допиливать, доводить руками, прошиваться. Искать какие-то прошивки на форумах и делать это вручную. Если сравнивать по софту с THL, ZO, 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 ZO. Да, самые даже самые старые прошивки THL, они всегда на русском языке. Они всегда. Да, они голый-голый Android. Никаких там особых настроек нет. Но, извините меня, я бы, например, лучше пользовался прошивкой от THL, чем вот такая вот прошивка, которая мало того, что подлагивает на рабочих столах, вот, при перевороте. Ну, еще и игры подлагивают на Snapdragon 400, то есть, ну, не знаю. Мартфон хорош, по цене интересный вариант. 190 долларов или 2500 гривен приблизительно. Модель достойная. Это у нас модель, кстати, WCDMA, то есть здесь есть поддержка 3G. Понравилась мне камера, понравился мне звук, понравился мне экран. Дизайн мне понравился, очень интересные кнопочки вот эти мне нравятся. Но мне не нравится прошивка и то, что есть подлагивание в играх. Я все-таки пользуюсь смартфоном, иногда играю в игрушки. GPS, конечно, изумительный здесь. Поэтому, если вам нужен классный GPS, то и понравилась целая модель, то даже можете не раздумывать. Вот такой вот получился смартфон. Будет он у нас в наличии, будем продавать. Но я считаю, что массовости этому смартфону без нормальной прошивки, без нормального софта не достичь. То есть, он не будет массово продаваться, как тот же THL V200S, как тот же THL T11, которые просто приходят на склад и их разрывают. И тот же THL 4400. Да и 5000 тоже это будет хитяра. Вот на этом все. Спасибо за внимание. Кому понравилось, ставим лайки. Остаемся со мной, с нами, с нашим интернет-магазином. Как только будет что-то новенькое, будем заливать и радовать вас. Всего доброго.